Но при этом стараемся это делать аккуратно, чтобы рыхлую структуру теста сохранить. Выпекаем до золотистого цвета. Промазываем следующий корж. Посмотрите! Та-дам! Всем привет, дорогие любимые, самые лучшие мои подписчики и гости канала! Добро пожаловать на мой кулинарный канал! По вашим многочисленным просьбам, сегодня мы работаем на кухне у тети и готовим ваш долгожданный Наполеон. Наполеон у тети очень рассыпчатый, нежный. Очень вкусный Наполеон, вкуснее я не ела. Оставайтесь с нами, сейчас тетя покажет, как приготовить вкуснейший, нежнейший Наполеон. Мы начинаем! Для приготовления вкуснейшего, нежнейшего Наполеона нам потребуется мука. Здесь у нас 500 грамм уже просеянной муки, 300 грамм маргарина. Мы берем пышку, это не реклама, но чтобы вы знали, чем мы пользуемся. Мы берем сливочный маргарин, пышка, он больше всего похож на сливочное масло. Даже цвет у него такой желтенький. Два яйца, а также вода. Посмотрим, сколько у нас израсходуется воды. Чуть позже мы обязательно скажем, а также внизу в описании под этим видео вы найдете все точные пропорции продуктов. Значит, берем сначала стакан и в стакан разбиваем два яйца. Яйца взбалтываем вилкой и заливаем воду. Сейчас скажем, сколько у нас ушло воды. 80 миллилитров воды у нас ушло. Далее берем чашку с мукой и через крупную терку натираем маргарин. Маргарин должен быть из морозилки, чтобы он был твердым. Натираем через крупную терку маргарин, делая стружку. Вот такая стружка у нас получается. И ее вмешиваем сразу с мукой. Как на Самсун и терли, помните, совсем недавно у нас вышел ролик, очень популярный ролик, много просмотров набрал. Вот так же, как на Самсу, мы делаем на Наполеон. Тесто на Наполеон отличается от теста, которое на Самсу мы делали, только тем, что в Самсу мы клали уксус 70-процентный, а здесь уксус не идет. И соль тоже не кладем, потому что все-таки это у нас тортик сладенький. Натираем стружку и перемешиваем вот так с мукой. Сейчас до конца натрем маргарин, затем покажем, что делать дальше. Итак, смотрите, полностью мы натерли маргарин, и теперь тетя вот так перетирает маргарин с мукой. Вот так. Далее в муке делаем углубление, перемешиваем еще раз яйца с водой, и в углубление заливаем полученную смесь. Аккуратно, вот таким способом, замешиваем тесто. Тоже, как на Самсу, сильно не теребим, но при этом все крошки мы должны собрать в шар. То есть в комментариях под Самсой мне писала зрительница, что у нее не очень получилось, тесто всыпалось после того, как она уже вытащила его из холодильника. Значит, вот на этом этапе плохо были соединены сухие ингредиенты с жидкими. Вот на этом этапе, особо сильно, как на пельмени, тесто мы не вымешиваем аккуратными движениями, но соединяем полностью сухие ингредиенты с жидкими. Прямо ручкой, видите, вот так нажимаем, соединяем, но при этом стараемся это делать аккуратно, чтобы рыхлую структуру теста сохранить. Вот так. Друзья, смотрите, тетя собрала тесто в шар, но тесто прилипало к рукам, поэтому мы слегка чашку подпылили мукой и прокатали по муке этот колобочек. Теперь уже колобочек к тетиным рукам не прилипает. Вот смотрите, вот такое тесто у нас получилось. Оно очень мягкое, вот такое, пальчик прям проваливается. Ингредиенты все соединены, то есть вкраплении маргарина здесь не видно. Полностью такой гладкий, хороший шарик, но при этом мы его не вымешивали сильно, старались не вымешивать сильно, а старались сохранить структуру теста. Все, далее колобочек тестовый убираем в пакет и в холодильник на ночь. Если у вас нет времени и вам нужно срочно, тогда можно на пару часов убрать в морозилку, но смотрите, чтобы тесто совсем не затвердело. Мы делаем с вечера и убираем тесто в холодильник на ночь. Завтра у нас канун праздника 8 марта мы поедем к родителям и там будем выпекать Наполеон и покажем, что делать дальше. Итак, друзья, у нас наступило уже утро, мы приехали уже к родителям. Тесто все это время и в дороге у нас лежало в сумке-холодильнике, и всю ночь тесто лежало в холодильнике. Теперь это тесто тетя разделит на 8 равных частей, ну, плюс-минус равных. Сначала тесто делим пополам, затем каждую половину еще на 4 части. Вот так. Сейчас сделаем сразу все заготовки, затем покажем, когда будем уже катать. Итак, друзья, тетя раскатала тесто на 8 равных частей, 7 частей мы убрали в холодильник, а с одной частью работаем. Вот так формируем прямоугольную форму, придавливаем ладошками, вот так. Стол обильно подпыляем мукой и раскатываем. Вот так сворачиваем тесто на скалку и подпыляем мукой. Вправо, влево и вверх-вниз. Со всех четырех сторон раскатываем тесто. Тесто раскатываем довольно тонко, примерно до 1 миллиметр толщиной. Аж стол просвечивает. Если вам нужно прям аккуратно, красиво, для гостей или там в качестве подарка, вы для кого-то печете, то тогда края можете обрезать сразу на этом этапе и уже выпекать ровные коржи. Вот так сворачиваем тесто на скалку, а затем берем противень и противень переворачиваем, потому что противень глубокий и разворачивать тесто на него неудобно. Поэтому мы его перевернули. В принципе, особой разницы нет, с какой стороны у нас будет лежать противень внутри духовки. Особой разницы нет, поэтому мы вот так переворачиваем на пергаментную бумагу и отправляем в духовку. От духовки не отходите, потому что первый корж будет печься чуть дольше, а последующие коржи будут буквально за 5-7 минут выпекаться. Выпекаем до золотистого цвета. Мы сейчас испечем первый корж, и я скажу, сколько у нас на это ушло времени. Но прежде чем отправить тесто в духовку, необходимо вилкой вот так его проткнуть, чтобы во время выпекания тесто у нас не вздулось, не поднялось. Ну, так буквально через каждые 5 сантиметров тетя протыкает вилкой тесто. Все, выпекаем при 180 градусах минут 10. Смотрите по своей духовке, возможно, понадобится чуть меньше или чуть больше времени. И пока у нас выпекается первый корж, тетя катает второй. Вот так сначала припыляем обязательно стол мукой. Сначала в колбаску она раскатывает, потом в колбаску приплющивает и формирует прямоугольник. Вот так. И раскатываем. Сначала в длину тетя раскатывает, а потом в ширину. Вот так. Подпыляем мукой, накрутив тесто вот так на скалку. С одной стороны и с другой стороны. Все точно так же, как первый корж, раскатываем очень-очень тонко, чтобы просвечивался стол до одного миллиметра. Меньше даже, да, наверное? Нет, 7 миллиметров. Один, да? Вот, посмотрите, какая толщина теста получается. Затем аккуратно закручиваем на скалку и на пергаментную бумагу, поскольку противень у нас сейчас занят. Выпекается первый корж у нас. Друзья, посмотрите, вот так мы выпекли корж. Выпекался он у нас 10 минут. Сейчас второй корж уже положили в духовку. Второй корж будет выпекаться чуть меньше. Не отходите от духовки, смотрите, не прозевайте, чтобы корж не перепекся. Сейчас мы раскатаем все оставшиеся коржи, выпечем все, и необходимо будет, чтобы коржи полностью остыли. Затем покажем, что делать дальше. Итак, друзья, посмотрите, мы выпекли все коржи уже. Сейчас будем готовить крем. Крем для Наполеона тети готовит сливочной. Для этого берет 2 пачки сливочного масла. Здесь получается 360 грамм. По 180 грамм одна пачка. 360 грамм сливочного масла, а также мы берем 450 грамм сгущенного молока, а также упаковку ванилина 1,5 грамма. Все это необходимо взбить миксером. Но крем можно делать любой, это дело вкуса. Можно сделать на сливках, кому как нравится. Миксером взбиваем масло, и во время взбивания добавляем сгущенное молоко. И добавляем ванилин. Сгущенное молоко со сливочным маслом взбиваем недолго, буквально 2-3 минуты, а то может расслоиться масло. Не переусердствуйте, 2-3 минуты, не больше. Крем у нас готов, можно приступать к промазыванию коржей. Берем лопаткой крем, взяли поднос, застелили пергаментной бумагой. И тщательно каждый уголок коржа промазываем. Вот так. Итак, корж мы хорошо промазали, затем берем следующий корж и аккуратно сверху устанавливаем. Промазываем следующий корж. Вот так. А вот эти бугорки, вы прям, ага. Вот эти вот вздувшиеся, все-таки в некоторых местах вздулось тесто, и вот эти вот места тетя прям промазывает лопаткой тщательно, что эти бугорки, они разрушаются. Вот так прям, смотрите, разрушает тетя бугорки. Сейчас промажем вот так все наши 8 коржей, а затем покажем, что делать дальше. Итак, друзья, полностью все 8 коржей мы промазали хорошо, и теперь сверху посыпаем орехами. Хотите, можете из одного коржа сделать крошку, хотите, можете орехами. Мы посыпаем орехами, нам так больше нравится. Орехи тоже на ваш вкус, абсолютно любые. Грецкие орехи, лесные орехи. Какие нравятся, какие у вас есть в наличии, те можно и посыпать. Их необходимо перемолоть через блендер, либо через кофемолку. И вот так, придерживая рукой, чтобы они сильно за пределы не убегали, не ускакивали. Либо можно орехи мелко нарезать ножом. Вот так посыпаем торт полностью. Немножко вот так рукой придавить нужно, чтобы не было пустот. И еще сверху для красоты мы вот так посыпаем сахарной пудрой. Через сито. Все, теперь эту красоту отправляем в прохладное место. Если есть возможность, лучше, конечно, положить в холодильник. И оставляем до утра. То есть, чтобы коржи хорошо пропитались, на ночь мы убираем торт в холодильник. Завтра будем пробовать и покажем еще раз торт. Посмотрите! Та-дам! Ваш долгожданный Наполеон от моей тети. Очень вкусный, рассыпчатый. Сейчас мы на мукбанговском канале будем обязательно его пробовать. Так получилось, что мы испекли этот торт в момент, когда на нашем канале стало 100 тысяч подписчиков. Еще раз всех благодарю! Всем огромное спасибо! Сейчас мы задуем свечи и пойдем вместе с вами на мукбанговский канал пробовать эту вкуснятину. Ссылка, как всегда, будет внизу в описании под этим видео. Ну, а это видео, если вам понравилось, ставьте тети, пожалуйста, пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания. А также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока! Приходите еще. Увидимся завтра. Ну, а сейчас... Абдулла, поджигай! Не могу махнуть, в спички описал. Ну что, друзья, час икс настал! Все свечи у нас горят! Задуваем! Слуховы! Спасибо! Спасибо! Тысячу раз! Сто тысяч раз! Спасибо!